Привет, ребят! Это вторая часть истории читов Mortal Kombat, где мы обсудим МК-4, Gold и ещё кое-что. Чем ближе к нашему времени, тем меньше в играх становилось читов, вплоть до почти полного их исчезновения, но материала ещё более чем достаточно, поэтому погнали! Начнём не с четвёртой части, а с Mortal Kombat Trilogy, где тоже есть свои читы. Но для начала хочу рассказать о спонсоре этого видео, это брутальная MMORPG Raid Shadow Legends. Уверен о ней знают уже многие, но если вы не знакомы с ней, то сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке в описании, чтобы скачать рейд на свой смартфон или ПК. На сегодняшний день в рейд более 600 доступных героев и огромное разнообразие боссов. Давайте познакомимся с одним из них, это Сэр Голород, хранитель Цитадели Арканы. На самом деле чувак не супер опасный, он кто-то вроде паладина, который охраняет зелья и проверяет достойны ли вы их заполучить. Если собрать сбалансированную команду и сохранить на ней бафы в течение битвы, то победить его будет несложно. Помимо классических босс-файтов в игре есть битвы с клановыми боссами, которых нужно побеждать в команде с другими игроками и выбивать крутые артефакты. Есть арена, где игроки сражаются друг против друга, а также озвученная сюжетная кампания и режим подземелья, где нужно одолеть 10 боссов, чтобы получить новые артефакты. Рейд регулярно получает обновления и в игре не так давно появился новый брутальный босс Гидра и множество ежедневных событий и мероприятий, посвященных Дню Святого Валентина, где можно получить нового легендарного героя. Сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке в описании, так вы поддержите мой канал и получите бонус общей стоимостью в 30 долларов. Один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии и главное, эпического героя Айну. Только поторопитесь, бонус доступен в течение следующих 30 дней. Помните, в прошлом видео я рассказывал про секретные строки в классических играх? Так вот, в сборнике Трилоджи тоже есть что-то подобное, отдельный пункт в меню с читами, правда он вообще не скрывается, его видно в опциях, но выбрать изначально нельзя. В плане читов, версии для ПК и Плейстейшн отличаются не сильно, то есть кнопки разные, но суть та же, поэтому я взял за основу именно консольную версию. В общем, чтобы получить доступ к читам, нужно зайти в опции, зажать все четыре кнопки L и R, а затем еще зажать вверх. Спустя некоторое время раздел под знаком вопроса станет доступен. И что же он от нас скрывает? В первую очередь легкие добивания, то есть возможность выполнить фаталити, бабалити, френдшип и так далее нажатием всего одной кнопки. Также можно сделать, чтобы шкала агрессор быстро восполнялась, затем уменьшить урон от боссов и остальных бойцов, а еще можно выставить восстановление здоровья во время боя. Правда непонятно, зачем это нужно. Более важный секрет игры это Хамелеон. Скрытый персонаж, который меняет цвет во время боя, и вместе с этим меняются способности на соответствующие цвету, то есть синий Саб-Зиро, зеленый Рептилия и так далее. Чтобы за него поиграть, нужно выбрать любого цветного ниндзя и перед началом боя удерживать влево L1, R2, квадрат и треугольник. Тогда после оглашения раунда вместо выбранного персонажа появится Хамелеон. Также в трилоджи можно выбрать арену, для этого нужно навести окно выбора на Соню и нажать вверх плюс старт. Экран содрогнется, а после выбора персонажей будет предложено выбрать арену. Еще существует легенда, такая же древняя, в смысле вечная, как и сама игра, о том, что в трилоджи есть секретный противник, Absolute Zero. Думаю многие слышали об этом таинственном бойце, ниндзя в белом, которого нельзя касаться, иначе игрок будет заморожен, а биться с ним нужно исключительно проджектайлами. Ну бедный скорпион в таком случае. Чит, с помощью которого можно бросить вызов Absolute Zero, размещался где только можно. Для этого нужно выбрать самую высокую башню, дойти до режима эндюранс, где на нас нападает несколько противников, и перед боем зажать четыре кнопки LR, верх и селект. Самое смешное в этой истории то, что я прекрасно знаю, никакого Absolute Zero не существует в официальной серии, но все равно попытался бросить ему вызов, чтобы наверняка убедиться. Ну вдруг эта комбинация что-нибудь доделает. Само собой у меня ничего не вышло, да и в детстве не получалось, но этот чит можно встретить повсеместно. А виной тому один выпуск журнала Великий Дракон, где рассказывалось про секретного противника. Эх, сколько слухов ходило в свое время из-за разных журналов. Но вернемся к основной теме. В трилоджи также есть комбат-коды, которые отключают блок, броски, влияют на здоровье и так далее. Хотя в этот раз их значительно меньше, но и раньше многие из них ни на что не влияли, только выводили сообщения на экран, например. Теперь же все по делу. Эта игра выходила на Nintendo 64, и там ситуация с читами несколько иная. Во-первых, там Камелеона вместо Хамелеона, а также возможность поиграть за боссов тоже относится к читам, хотя в других версиях трилоджи боссы доступны сразу в ростере. Также в этой версии Ниндзя Смоук снова секретный персонаж, и есть еще несколько незначительных отличий. Я на этой консоли никогда не играл и не могу рассказать что-то интересное именно из воспоминаний, но даже полазив на форумах и сайтах с читами, не нашел того, чем хотелось бы поделиться. Максимум это Ultimate Combat Code, который добавляет в ростер вышеупомянутых Смоука и Камелеону. В трилоджи есть еще несколько читов, на которых я не стану заострять внимание, тем более они повторяют то, что было в прошлых играх. Поэтому сейчас мы перейдем к Mortal Kombat 4, там дела обстоят куда веселее. Четвертый МК это неоднозначная штука. Кто-то относит эту часть к классике из-за динамичного геймплея, кто-то уже к постклассике в связи с переходом в 3D, полноценным введением оружия и развитием новой сюжетной линии с преимущественно новыми персонажами. Хотя тут есть о чем поспорить, но не об этом сейчас. Здесь уже по традиции тоже существует секретное меню, но вот добраться до него совсем не так просто. Сначала нужно начать игру на двоих и на версус экране ввести комбат-код 302-213. А когда начнется бой, нужно сразу выйти в главное меню. Затем необходимо зайти в опции, навести курсор на вкладку Versus Screen и зажать блок плюс бег. Через некоторое время раздастся какой-то нервный смешок. Это значит, что все сделано верно. Продолжаем удерживать кнопки и спустя несколько секунд нас перекинут в меню с читами. Здесь можно выставить быструю победу, то есть первый противник в башне станет последним. После победы над ним проиграется анимация смерти как у Шинака, нас поздравят и покажут концовку персонажа. Также в меню читов можно выставить легкие фаталити, в том числе фаталити арены. И как ни странно, оно будет выполняться на каждой из них. То есть фаталка, которую можно выполнить только в логове гора с шипами под потолком, теперь будет работать на любой арене, даже если там нет потолка. Правда в тюрьме сработает фаталити этой арены, где противник улетает в лопасти. Как вы уже поняли, комбат-коды тоже сохранились. Помимо стандартных отключения блоков, бросков и так далее, здесь можно выставить победу одним ударом для обоих игроков, начать бой с оружием, причем даже с рандомным, можно выбрать арену для битвы. Мне в свое время очень нравился комбат-код, который менял цвет дождя на арене, и он становился красным. Раньше казалось жутко атмосферно, трававый дождь, все дела, ну и сейчас смотрится неплохо. Есть комбат-код под названием «Взрывная битва». Он особо ни на что не влияет, просто добавляет эффектности, ведь после первого раунда проигравший взрывается и разлетается на части. И здесь точно есть код на огромные головы и руки с ногами. Не знаю зачем это сделали, но даже сейчас, когда записывал футажи, я прям улыбался с этого, ну вы посмотрите на них. Игру уже не воспринимаешь такой жестокой. Причем фишка в том, что эти головы потом хрен выключишь. Код не нужно вводить повторно, и бойцы будут в таком виде постоянно, даже когда падают в колодец после поражения. В общем, на фоне трилоджи, комбат-коды в четверке повеселее, они прям привносят какой-то трешак. И я помню, что мы развлекались с ними, когда уже подустали от обычной игры. Но еще здесь есть секретные бойцы. Чтобы поиграть за горо, которого нет в ростере, нужно нажать на выбор вслепую, подняться до шинока кнопками три раза вверх и влево, а затем выбрать его, нажав блок плюс бег. И готово, можно играть за горо. Правда, если проходить за него башню, то сразиться с горо не получится, там появится шинок. Похожим образом можно поиграть за Нуб Сайбота, только нужно выбрать Рейко, также нажатием кнопок блок плюс бег. У него тут даже есть своя иконка, правда в плане геймплея ничего нового, кроме оружия. В остальном боец сочетает в себе Рейко, Таню и Саб-Зиро. Самое безумное, чем можно заняться в МК-4, и чем я мелкий постоянно занимался, это получить возможность поиграть за мясо. Для этого нужно пройти групповой режим всеми персонажами из ростера. То есть каждый раз нажимать на вкладку Гроуп и сыграть всеми бойцами по порядку против второго игрока. После этого, кого бы вы не выбрали, персонаж будет выглядеть как скелет, которого и прозвали мясо. Боец останется тот же. То есть если вы выбрали Саб-Зиро, то все движения сохранятся. Изменится только моделька с обычной на ту, которая используется для фаталити. Стоит ли говорить, сколько времени отнимал этот процесс, и что чаще всего второго игрока не было, приходилось просто избивать неподвижного противника. Это было супер скучно. Но когда появлялся мясо, то чувствовалось, что все было не зря. Хотя казалось бы, это всего лишь скин, но как я говорил в прошлом видео, то время любая деталь воспринималась совсем иначе. Еще в игре есть раздел с концовками персонажей. Он заполняется по мере прохождения башен за каждого из бойцов. Но если выбрать даже заблокированное видео, и нажать в случае плойки L1, тогда нам покажут биографию бойца. Но если выбрать вступительный ролик, а не чью-то концовку, тогда покажут биографию Гора. Читам почему-то относят альтернативные скины, но я это даже секретом не считаю. В игре действительно есть возможность сменить вид бойца. Для большинства это просто реколор, но у некоторых есть полноценные костюмы, типа смокинга у Джонни, майки у Джакса, Саб-Зиро без маски или с замерзшими руками и ногами, Люкен в черном прикиде. Но интересно здесь то, что альтернативный скин есть у Нуб Сайбота, и выглядит он как сама смерть, по крайней мере на лицо. А если еще достать его оружие, косу, то сомнений вообще не остается. Не хватает только капюшона. Хотя о чем это я? Скин с капюшоном тоже есть, правда в белой толстовке. Такой знаете, чисто на андеграунде, как будто сейчас рэп зачитает. В расширенную версию Mortal Kombat Gold, вышедшую эксклюзивно для Sega Dreamcast, перекочевали читы и секреты из четверки, но появились и новые. Например, в меню с читами можно было сразу выставить один из комбат-кодов, чтобы он действовал постоянно. Но более важно, что появился новый секретный боец, куда более самостоятельный в плане движений, чем Нуб Сайбот. Это сектор. Выбирается он следующим образом. Нужно нажать на скрытый выбор, зажать L плюс R, подняться к Сайрексу, четыре раза вверх, четыре влево, и нажать A. Тогда появится сектор. У персонажа есть своя биография, концовка, и малость убогая иконка, а по движениям то же самое, что и в третьей части. Ну что, я не планировал растягивать эти видео на три части, серьезно, но уже понял, что придется, потому что впереди у нас спин-оффы, портативные игры, и совсем немного пост-классики и современных игр. Даже с учетом того, что я рассказываю о читах не во всех портах, тем не менее, материалы соберется еще настолько же. Поэтому продолжим в следующем видео. А пока спасибо всем, кто подписан, ставит лайки или дизлайки, и делится мнением в комментариях. Я не прощаюсь.